Монгольский путешествие Монгольский путешествие На учарал Завтрашняя первая ночевка будет учараль Говорят о мотоцикле Он готов Здесь у меня лежит одежда Дождевой костюм Здесь у меня балаклава Белье и так далее Здесь у меня лежат инструменты Запчасти Расходные материалы Запасные камеры У меня мотоцикл без камеры Но здесь я решил взять с собой камеры на всякий случай На тот случай, если я пробью где-нибудь резину Также у меня здесь будет сумка стоять посередине Ну и все, я взял с собой навигатор Карты я залил, гарминовские OSM OpenStreetMaps Ну и все, я решил не брать с собой топ-кейс Либо мягкие водозащищенные сумки Решил, что обойдусь, мотоцикл и без этого очень тяжелый Что еще я могу сказать? Полностью обслужен, однако мои приключения начались уже сегодня Даже не успев начаться Дело было в чем Снимал я заднее колесо, что-то оно у меня травило воздух Я поехал в мотосервис, решили мы его снять с самого Смазать обод и еще раз надуть колесо Чтобы оно сидело герметично И что вы думаете, пока я его снимал или когда я его снимал? Я снял этот датчик Он болтался здесь, мешался И когда я колесо спустил, он оказался прямо на пути тормозного ротора Где-то, в общем, здесь он застрял И вот здесь видно, как он его порезал Короче, я еду без АБС Но так как эти мотоциклы новые, они супер намудренные То здесь контурная система, это означает, что у меня не будет работать так же трекшн Вот Такие дела В общем, как говорится, назад, back to the drawing board Буду ехать без АБС, буду ехать без трекшна Мне это, конечно, напрягало Сегодня я пытался в Алмате найти Но в наличии нигде нет Надо ждать Ждать это 2-3 недели Можно было, конечно, снять с другого мотоцикла Но, к сожалению, все, кому я обратился за помощью, не смогли мне помочь Вот так В общем, буду ехать так На страх и риск Думаю, это не сильно испортит мои впечатления Я думаю, где-нибудь по дороге Где-нибудь в Алтае Я обзаведусь этим датчиком Вот, ну, позже об этом я еще подробно расскажу Тоже, мотоцикл я упаковал В смысле, я его уже приготовил Загрузил на него все необходимое Теперь самое последнее приготовление Сижу сейчас у себя в рабочем кабинете И я заряжаю камеру Собираю все аксессуары Для того, чтобы вы могли смотреть это кино То, что вы сейчас смотрите Сумка на бак Тут вещи, которые я завтра одену Шлем я уже свой зарядил Ну и все Можно сказать, что я готов На часах 10 вечера Нужно хорошенько выспаться Чтобы завтра в 6-6.30 утра проснуться И отправиться в путь Ну что же, ребята На часах 6.15 Проснись и пой 1 августа Let's go Выехал из дома Буквально рядом с домом находится заправка Сейчас нахожусь здесь Заправка без пром 95-й бензин На часах 7 утра Ну и все Сейчас доеду до места встречи И оттуда дергаем Первая точка на маршруте Это Талдуху Итак, я уже на выезде из города Сейчас я встречусь с Мирославом Который меня там уже ждет И я опаздываю на 5 минут Вообще, сегодня нестандартный день Для выезда в путешествие Потому что будние Надо было выехать на час раньше Очень много машин Плотный трафик Не привык я ездить В групповые поездки В дальние поездки Поэтому у меня еще здесь второе волнение Человека я не знаю Мирослава Сейчас будем знакомиться Но Внутренний голос мне подсказывает Что мы с ним очень хорошо сработаемся Я сажу это по тем перепискам По тем телефонным разговорам Которые у нас состоялись До сегодняшнего утра В общем, вот так Очень волнительный момент сейчас будет Встреча на Эльбе Так сказать Вот мы уже проехали 76 километров Чуть меньше от Алматы Подъезжаем к Копчегаю Температура на улице Около 29 градусов Чуть-чуть, конечно, жарковато Но ничего В целом Очень комфортно Скорость держим Дорога знакомая Отличная Поэтому держим в районе 135-140 Только что пообщались С миром Он просил звать его Миром Обсудили сегодняшний маршрут Обсудили точки остановки Ну и в целом Познакомились поближе Пришли сделать небольшой Привал В 100 километрах от Талдыкургана Познакомьтесь Мирослав Он просит звать его Миром Классное прозвище Мир Мир, как дела? Мир, давай остановимся Мир, давай остановимся Супер Техника все в порядке Нормально едем Скорость, как я уже говорил Держим в районе 130-140 Жарит конкретно Я думаю Сейчас Чем дальше все На север Тем будет прохладнее И прохладнее На это-то вся надежда Поэтому я особо не брал Вещей таких летних Так как в районе Алтая Плюс В районе Байкала Будет Прохладненько Ну, судя по Прогнозу погоды Так, ну что я могу сказать Про езду без Электронных вспомогателей Я ни за что не подумал бы Что отказавший Задний датчик АБС Может еще повлиять На работу Круиз-контроля Круиз-контроля У меня сейчас нет Я его включаю Активирую Он не активируется Хотя Я к нему так сильно привык Учитывая, что Больше половины дороги Нашего путешествия Будет Проходить именно По асфальту Круиз именно то Что я хотел бы иметь Ну, кроме этого Езда без АБС И без трекшена Напоминает мне Мой старый Ван-Ван На котором я ездил Четыре года Четыре года Без никаких вспомогателей Чисто Олдскул Хардкор Скажем так И вот сейчас То же самое Единственное Конечно Придется Быть Поосторожнее Уже Особенно на Мокром асфальте Да и вообще Я чаще езжу Без Без вторжения Электроники Единственное Вот АБС Иногда Меня выручал На асфальте В мокрую погоду Вот И трекшен Было однажды На разметке Мне тоже Хорошо помог Ну, это в городе Было давным-давно А так В целом Я езжу так И никогда На него не надеюсь В принципе Сейчас то же самое Единственное Вот напрягает Что здесь гирлянда горит Ну, и при включении Каждый раз Приходится выходить Из меню с ошибками Ну, в остальном Все в порядке На Талдыка Немного осталось План такой Заехать к моим Попить чаю И поехать дальше Надеюсь, что Приедем В Учарал Ближе к вечеру Вот мы и в Талдыке Моя вторая заправка В Алмате я заправил Сегодня на На 3000 И вот сейчас заплатил На 4000 Короче, полный бак Сейчас у меня 95-го Мотоцикл Мира Мирослава До этого он на Трансальпе ездил Вот за пару дней До нашей Сегодняшней поездки Вон, женой Сезда на Иссыкуль На нем Вот так Ладно, поедем Родители ждут Дома Аллыки Так, отдыхаем Че, как настроение? Супер Через полтора часа Поедем дальше Сейчас вот у нас Стол ждет Покушаем Тут готовится бешпармак И поедем Жара конкретная Сейчас Может перед отъездом В душ сходим Там, наверное, я смочу Вот это вот на себе Чтобы было прохладно Там это желтый Так, ну это, наверное Самый последний Цивилизованный По дороге у нас Перекус Дальше уже Импровизация Итак, на часах Двенадцать с половиной В Талдыке мы отдохнули Пару часов Как вы видели Погода Температура только что была Буквально несколько минут назад Тридцать девять градусов Если верить Бортовому градуснику Термометру Сейчас показывает Тридцать семь с половиной Выехали из Талдыка Эту дорогу я Раньше знал очень хорошо Потому что В детстве я даже жил В Учарале Но в этих краях Я не был уже очень много лет До Сарканда 140 километров Только что указатель был Примерно столько же До Учарала Короче, 300 километров Недавно мой папа Был в этих краях И говорит, что Дорога На Алакуль А именно там А это озеро Которая находится Рядом с Учаралом Дорога до туда Очень плохая Там сейчас ведется Ремонтная работа В общем посмотрим Что там за дорога Ну вот уже примерно Можно понять Что нас впереди ждет Что-то дорога Что-то дорога Это начало Уже Подной Доедать Мы сейчас Где-то посередине Между Талдыкурганом И Саркандом Тут строится дорога Автомагистраль Современная Но Что-то по всему виду Как-то она очень медленно строится И техники строительные Что-то очень мало Туда-сюда Конечно гоняют фуры Но Мне кажется Что трасса Талдыкурган На Алматы Строилась быстрее И динамичнее Чем эта трасса Очень много машин И отдыхающие Видят на Алакуль И местные Дорога Конечно Поднадоедает Уже Своей Раздолбанностью Моя спина Что-то начинает болеть Еду в режиме Комфорт Вот думаю Может стоит Переключиться На режим Офрауд Так конечно Мотоцикл Будет полегче Но моя спина За это спасибо Не скажет Шара Конечно Сколько тебе показывает? У меня 39 было Ну да Так же 38-39 38-39 Ну уже Вот на стаде Сарканский район Я думал Здесь уже остановиться Сварить кофе Но Мирослав говорит Что впереди Там где-то будет речка Лепсы называется Наверное До туда заедем Я даже хочу Скупнуться Дабы снять Эту жару Дорога Дорога Не Камильфо Вот здесь Видно кусочками Но ехать можно Какой-то участок Мы стоя ехали Вот Местами Можно даже 80-100 Даже 120 В одном месте Ехали Ну совсем Чуть-чуть Вот Гаишники Не попадались Все в порядке Не попадались Нормально О Дорога В Продолжение следует...